Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. За окном установилась стабильно теплая погода, а значит пришло время ежегодного ремонта одесских дорог. Масштабные работы 3 апреля развернулись на улицах Бугаевской, Дальницкой, Генуэзской, Старопортофранковской, Балковской, Обидеопольской. Но подобный ремонт, к сожалению, иначе как латанием не назвать, сетуют одесситы, сомневаясь в качестве обновленного таким образом покрытия. По мнению горожан, локальное пломбирование дыр – дело не только бесполезное, но и дорогостоящее. Такие заплатки держатся обычно недолго, утверждают автомобилисты, и после первого же сильного дождя ямы вскрываются снова, становясь при этом в несколько раз больше. Вызывают у автомобилистов сомнения и материалы, которыми дорожные службы латают многочисленные дыры. Сомнительную смесь и смолы и гальки асфальтом трудно назвать, считают водители. Дорожники, в свою очередь, утверждают, что работы проводят качественно, а янмы на магистралях заделывают надежно. Главной же причиной негодности большей части дорожного покрытия они называют перегруженность улиц транспортом. Асфальтом, как говорится, гостовским асфальтом, по госстандарту деланным. По словам дорожников, срок службы таких латок – около 10 лет. Но по факту, говорят специалисты, в лучшем случае они выдерживают две зимы. Если вода стек есть, она долгую, год 10 может триматься. Ну это буквально две зимы, вот, как бы так. Все зависит от того, как бы нагрузка дорог, вот, подшкульные воды, как говорится, какие процессы у нас под асфальтом проходят. Если весь асфальт полопанный, под него попадает вода зимой, соответственно, поднимается льдом асфальт, и как бы уже идет дальнейшее разрушение. Вот, это частичный ремонт – это одно, а сплошное – это другое. Сотрудники автомастерских уверяют, из-за плачевного состояния дорог работы у них только прибавилось. Колеса, саленблоки, рулевые тяги, все вылетит, как бы, тяги, машина как бы ломается. Точечно залатанные дороги вскроются после первой же непогоды, убеждены одесские автомобилисты. Довольно пару месяцев дожди пройдут, это все подмывает, сезон, еще ямы вообще больше. Думаю, эти латки заделывают, уже другие латки, где старые были, их уже старые латки надо делать. Горбы получаются. Деньги выкидывают, а толком делать ничего не делают. К сожалению, констатируют специалисты, улучшение дорожных условий Одессе не светит. На капитальный ремонт покрытия требуются огромные суммы денег, которых в бюджете нет. Вот и придется одезовольствоваться существующим положением. Автомобилистам разбивать свои машины, а пешеходам пытаться не сломать себе ноги при попытке перескочить очередную яму. Сотрудники Одесской милиции расследуют убийство, произошедшее 3 апреля на улице Разумовской. Женщина, которая снимала квартиру, обнаружила в ней труп владельца помещения и сообщила об этом в милицию. В 11.20 поступило сообщение от женщины о том, что в квартире по улице Разумовского обнаружен труп хозяина квартиры. Выездом на место следственной оперативной группы Хмельницкого отдела милиции было установлено, что это гражданин 53-го года рождения. Признаками насильственной смерти колото-резанное ранение. По факту убийства открыто уголовное производство. Сотрудники милиции разыскивают лиц, совершивших это преступление. В Измаиле в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. По данным Одесского обл.УВД, водитель на автомобиле БМВ двигался на большой скорости, не справился с управлением и врезался в ВАЗ припаркованной у проезжей части. Мужчина за рулем «Жигулей» скончался на месте аварии. А вот в селе Каролина-Бугаса Видеопольского района во время пожара в собственной квартире погиб 62-летний хозяин. Горело домашнее имущество в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети. Сотрудники госслужбы по борьбе с экономической преступностью задержали главу правления строительной фирмы, который обманул инвесторов и присвоил их деньги. Как сообщает пресс-служба обл.УВД, 65 одесситов, в надежде получить новые квартиры в Киевском районе, заключили договоры и внесли немалые средства, однако обещанного жилья так и не дождались. На счет фирмы-застройщика поступило более 15,5 миллионов гривен. За пять лет фирма освоила лишь чуть более двух миллионов. На месте, где должен был стоять элитный новострой, вырыли котлован, но никаких работ не проводили. Как выяснилось, эта фирма вообще не имела разрешения на проведение строительных работ. Соответственно, инвесторы остались и без квартир, и без денег. В правоохранительных органах утверждают, что мужчина изначально действовал с целью завладения денежными средствами. Открыто уголовное производство. Главе строительной компании грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Сотрудники одесской милиции разоблачили группу злоумышленников-киберпреступников, использовавших для наживы гораздо менее утомительный способ. Трое иностранцев пытались незаконно завладеть деньгами одесситов, устанавливая на банкоматы считывающие устройства. В управление по борьбе с киберпреступностью обратился директор отделения одного из банков города. Мужчина сообщил о том, что на банкомате, расположенном в самом центре Одессы, обнаружено самодельное считывающее устройство. Правоохранители выехали на место, где через пару часов, и задержали мошенников на горячем, в момент, когда те вернулись к банкомату, чтобы снять устройство. В управление борьбы с киберпреступностью ГУМВД Украины в Одесской области поступила оперативная информация о несанкционированной установке считывающих устройств на банкоматы. В ходе проведения мероприятий были установлены трое иностранных граждан, которые с целью незаконного снятия денежных средств с банковских счетов путем использования поддельных платежных карт несанкционированно установили самодельные устройства. На месте совершения преступления были изъяты данные самодельные устройства, а также компьютерная техника. Как выяснилось, на чужие деньги посигнули трое мужчин – житель Одесской области и двое граждан одного из соседних государств. Неизвестно, сколько бы людей пострадали от противоправных действий этих злоумышленников, если бы их планы вовремя не разрушили правоохранители. Возбуждено уголовное производство. Подозреваемым грозит трехлетнее тюремное заключение. Напомним, накануне пресс-служба СБУ сообщила, что в Одессе находился главный сервер и жил организатор масштабной схемы электронных краж, которая действовала в Украине с 2009 года, а еще ранее в России. В двух странах похищено более 250 миллионов долларов. Хакеры создали вирус, который проникал в компьютеры при скачивании фотографий или просмотре видео в сети. Он получал доступ к данным бухгалтерии, паролям и электронным ключам. Информация передавалась преступникам. Программа постоянно модифицировалась, поэтому антивирусные средства ее не опознавали. В группе насчитывалось около 20 человек, преимущественно в возрасте 25-30 лет. Это программисты, работавшие удаленно в Киеве, Запорожье, Львове, Херсоне и Одессе. Главным организатором называют 28-летнего россиянина. В СБУ отмечают, что согласно новому уголовно-процессуальному кодексу, экономические преступления не являются тяжкими. Поэтому задержанные находятся под подпиской о невыезде, кто-то отпущен под залог. Если суд докажет их вину, преступникам грозит более пяти лет тюремного заключения. Преступления с применением электроники и IT-технологий растут едва ли не быстрее, чем сами информационные технологии. По идее, это должно повлечь за собой и инновации в полномочиях правоохранителей. Какие степени свободы дал новый УПК правоохранительным органам и как их применяют, после новостей в программе «Тема дня» расскажут заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области Андрей Костин и заместитель председателя дисциплинарной палаты Квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры в Одесской области Сергей Емец. Представьте, что должностные лица, по мнению следователя, который сам мог составить такой документ, он посчитал, что они совершают злоупотребление в служебном положении. Никого об этом не информируя, он обращается к следственному суде и тут выдает разрешение на проведение ряда очень острых оперативных разыскных мероприятий. Это несанкционированный обыск, несанкционированная прослушка. Наружное наблюдение, прослушивание и самое опасное, негласное проникновение в жилище. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среду на улице академикой Филатова два автомобилиста не поделили дорогу. Между мужчинами возникла словесная перепалка, а затем водитель Шевроле выстрелил в водителя Тойоты из травматического пистолета. Мужчина получил ранение в область грудной клетки. 26-летнего пострадавшего увезла скорая, а Шевроле с места происшествия скрылся. Как сообщили в пресс-службе ОБЛ МВД, личность стрелявшего уже установлена. Сейчас его разыскивают сотрудники милиции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В среду утром на остановке общественного транспорта в районе Привоза прохожие обнаружили огромное красное пятно. Испуганные жители вызвали милицию. В пресс-службе ОБЛ УВД сообщили, что жидкость, разлитая на остановке, является кровью, но не человеческой. Предположительно, какого-то крупного животного. В милиции была обнаружена информация о происшествии на улице Панкилимоновской, Привоза прохоженской, где была обнаружена значительная количество крови. Выявлено на место указанное сообщение. Судники Приморского радиомилиции провели осмотр. Эксперты предварительно отдали заключение, что данная кровь не имеет отношения к человеческой. Это, скорее всего, кровь какого-то животного. Как показал опрос свидетелей и жителей ближайших домов, никаких противоправных действий в этом месте не было. Кроме того, по информации сотрудников милиции, в одном из мусорных контейнеров, недалеко от остановки, были обнаружены внутренние органы, предположительно, какого-то крупного животного. Патраха отправлена на экспертизу. 2 апреля кинологи Украины отмечали профессиональный праздник. Для специалистов-собаковедов Министерства внутренних дел Украины это вдвойне знаменательный день. 19 лет назад был создан кинологический центр МВД Украины. Сегодня на службе у правоохранителей в Одесской области около 70 собак. Спектр выполняемых работ служебными собаками весьма широк. Это поиск наркотических средств, взрывчатки, огнестрельного оружия и, конечно, самый основной – розыск преступника по горящим следам. Четверолапые блюстители порядка давно зарекомендовали себя отличными помощниками оперативных служб и экспертов-криминалистов. Основной наградой наших животных является раскрытие преступления по горящим следам. Также имеются награды на выставках, как внутриукраинских, так и на международных. Также имеются награды с испытаний по практическим нормативам. Так что мы работаем над этим, чтобы наши собаки были достаточно породными, качественными и проявляли свои рабочие качества в самых лучших своих видах. В кинологическом центре МВД Украины в Одесской области несут службу собаки таких пород, как немецкая и бельгийская овчарка, новая для Украины голландская овчарка и с недавнего времени Бладхаут. Была приобретена собака породы Бладхаунд. Это собака, которая в Европе очень часто используется по розыску преступников, то есть как рабочая собака, потому что собака может брать след трехсуточной давности. То есть на сегодняшний момент это первая собака, которая будет обучена на Украине в кинологической службе милиции и мы, конечно, возлагаем большие надежды. Кинологи центра МВД Украины в Одесской области активно сотрудничают как с украинскими питомниками, так и с зарубежными коллегами. Многие собаки привезены из Европы. Специалисты рассказывают, в среднем на дрессировку одного животного уходит полгода. Служебная собака должна быть универсальной, послушной, много знать и уметь, качественно проходить полосу препятствий, не бояться звука выстрелов, уметь защитить своего хозяина и задержать преступника. В кинологическом центре ведется каждодневная работа, прогулка, кормление, вычесывание, курс послушания и 3-4 раза в неделю работа по специализации. Сначала идет приучение к поводку, к ошейнику, как с любым щенком социализация, потом идет курс послушания. Параллельно вместе с курсом послушания мы уже вводим курс специализации, по которой будет в дальнейшем работать собака. Осенью 2013 года региональный кинологический центр будет принимать чемпионат по многоборью кинологов системы МВД. Он проводится один раз в год и является очень знаковым событием для всех кинологов милиции. Также кинологический центр МВД Украины в Одесской области приглашает на работу людей, которые видят свою жизнь в кинологии и хотят свой жизненный путь связать со службой в органах внутренних дел Украины. Декларуй Украину будуй. Декларационная кампания 2013 в самом разгаре. Государственная налоговая инспекция Киевского района Одессы продолжает информировать налогоплательщиков об обязанности декларирования доходов, полученных в прошлом году. Сотрудники налоговой инспекции Киевского района отмечают, с каждым годом гражданская ответственность населения в вопросе декларирования доходов возрастает, а количество граждан, желающих добровольно задекларировать свои доходы, увеличивается. По состоянию на апрель 2013 года подано 335 деклараций. Сумма доходов, задекларированных гражданами, составила 41 миллион 818 тысяч 900 гривен. С каждым годом ответственность граждан растет. И так можно сказать, что уже на сегодняшний день предоставили декларации больше на 59 физических лиц по сравнению с прошлым годом и задекларировали доходы на 18 миллионов больше, чем в прошлом году за весь период. Создание благоприятных условий для граждан, декларирующих свои доходы, первоочередная задача налоговиков. И в этом направлении уже сделаны серьезные шаги. В прошлом году создан Центр обслуживания плательщиков налогов в Государственной налоговой инспекции Киевского района. А нынче плательщики налогов могут приобщиться к современным технологиям по предоставлению отчетности в электронном виде и подать декларацию о доходах с помощью интернета, рассказывают в налоговой. Для этого необходимо получить бесплатно электронный ключ цифровой подписи по двум адресам. Это Французский бульвар, налоговая инспекция Приморского района, Французский бульвар 7, кабинет 209, налоговая инспекция Малиновского района, столбовая 17, кабинет 109. Среди допропорядочных налогоплательщиков есть и известные одесситы. Шоумен Олег Филимонов рассказывает, ежегодно декларируют свои доходы. А в этом году не упустил возможность сделать это через интернет. Я часто бываю за границей. Там уже давно существует практика декларирования своих доходов по интернету. Я подумал, интересно, а у нас такое есть? Приехал в Одессу, пришел в свою родную налоговую Киевского района. Оказывается, да, есть такая возможность. Я получил электронный ключ и сегодня практически из любого конца планеты, ну там, где, естественно, есть интернет, я могу связаться и декларировать свои доходы. Государственная инспекция Киевского района Одессы напоминает, предельный срок сдачи налоговой декларации о доходах для физических лиц 30 апреля 2013 года. Граждане, которые имеют право на налоговую скидку, подают декларацию до 31 декабря текущего года. Ровно 151 год назад в Одессе родился выдающийся российский живописец и график, мастер жанровых композиций и книжной иллюстрации Леонид Пастернак, отец писателя Бориса Пастернака. Трудно сказать, в какой из областей Леонид Осич более преуспел. Поклонники творчества живописца знают его по иллюстрациям к роману «Льва Толстого в воскресенье», по работам, выполненным «Маслом». Большой интерес художник проявлял к еврейской тематике. Он издал на русском и иврите монографию «Рембрандт и еврейство» в его творчестве. Выдающийся одессит был известен как у себя на родине, так и за границей. Именем Леонида Пастернака названа улица в Тель-Авире. Леонид Пастернак – приверженец южно-русской традиции в живописи, творчеством которого одесситы долгие годы гордились. Как гордились его более знаменитым сыном Борисом, автором доктора Живаго. Но сегодня, увы, нашей съемочной группе не попалось никого, кто бы связал имя Леонида Пастернака с реальной личностью. Ну что-то когда-то слышали, но так, что ассоциаций их нет. А нет, художники Пастернаки их точно уже не слышали. К счастью, среди опрошенных встретились одесситы, у которых фамилия Пастернак хотя бы отдаленно ассоциируется с именем автора доктора Живаго. Вы знаете, такая фамилия, что оно переплетается и тяжело сказать. Вот то, что поэт такой, да, знаю. Я знаю, что это был писатель. О некотором фамилия Пастернак и вовсе ни о чем не говорит. Ну, я первый раз такое слышал. Нет, не слышала. Мы не читаем книги. Библиотекари, литераторы, краеведы, искусствоведы констатируют, что сегодня, увы, многие одесситы, даже образованные, не знают ни о творчестве легендарных личностей, прославивших наш город далеко за его пределами, ни о самих этих людях. Об имени известного живописца 19 века не слышал ни один из запрошенных горожан. Хочется верить, что знатоков мы сегодня просто не встретили. В художественном музее Одессы открылась юбилейная выставка декоративно-прикладного искусства. Экспозиция посвящена 75-летию со дня основания Одесской областной организации Национального союза художников Украины. Габельяны, батик, керамика, роспись тканей и резьба по дереву. Подробнее о рукотворных шедеврах народного творчества в нашем репортаже. По случаю юбилейной даты две секции Одесского отделения Национального союза художников объединились в рамках одной экспозиции. Золотой платан и безымянная секция декоративно-прикладного искусства. Здесь и Косыгин, Ищенко, Княжковская, Богайчук. Многообразие авторов в вариации тем, бесчисленные самобытные образы и евангельские мотивы со своим символическим значением. Это серебро, натуральный янтарь. Используются исключительно натуральные материалы. Вот улитка, о которой было говорено. У нее есть второе название – колесница времени. Смысл заложен такой, что время для каждого человека течет по-своему. Представлены на выставке и триптих из габелленов, образно соединившие огромный отрезок времени от Канны Галилейской до возрождения монастырей. В евангельский сюжет, когда наполняют сосуды водой, а они превращаются в вино в Канне Галилейской, посредине изображены часы, как время перемалывающего, что-то такое происходит, как бы песочные часы, образ песочных часов. А с этой стороны колокол, который отливает, ну скажем, в фильме Андрея Рублева еще с Георгием Победоносовым. И уже звонят эти колокола. Творцы этих уникальных экземпляров утверждают, что у каждой, даже самой миниатюрной вещи из их коллекции, есть своя предыстория. Стекло нам показалось, что самое привлекательное, самое эффектное. Достаточно сказать, что когда-то мы делали подарки для друга Брежнева, министра внутренних дел СССР Щелокова. Прекрасные бокалы, декоративные таянды для правительства Украины, 83-й год. Посетители выставки удивлены эклектикой, цветовой гаммой и метафорами, которые буквально переворачивают сознание. Нет какой-то однозначности, которая обычно может присутствовать в выставках, даже если нескольких актеров. То есть разнообразие и как бы что-то созвучное весеннему настроению. Все работы чудесные, все работы достойны внимания. Выставка будет открыта, начиная с 3 апреля еще три недели. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и всего вам самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok